Поговорим об ожирении и, ну, наверное, о переедании. Лишний вес. Да, и у нас в студии гость. Это Татьяна Никишова, доцент кафедры эндокринологии Казанской государственной медицинской академии. Здравствуйте. Добрый день. Татьяна Владимировна, давайте для начала мы разберемся, откуда берется лишний вес. Что это такое? Ну, лишний вес или это ожирение, это на сегодняшний день медико-социальная проблема и экономическая проблема. И надо сказать, что на всем земном шаре сейчас страдает ожирением около двух миллиардов людей, человек. По данным экспертам ВОЗ, к 2030 году количество их, конечно, увеличится, и каждый второй будет страдать ожирением. Поэтому на сегодняшний день это очень актуальная проблема. И особую тревогу вызывает то, что именно молодой возраст, где-то около 20% молодых людей и около 20% школьников страдают ожирением, что еще большую тревогу вызывает эта проблема. И поэтому причины надо знать обязательно, какие вызывают это заболевание. Вот давайте поговорим об этом. Первое, это наследственность. Если страдает, допустим, один родитель, то страдает ожирением, то рождаются дети в 50% случаев, которые будут страдать ожирением. Если оба родителя, то в 80% случаев дети будут страдать ожирением. Поэтому, видите, проблема очень серьезная. Кроме того, причины, которые приводят к ожирению, это избыточный прием калорийной пищи, это гиподинамия. Это все серьезные причины, которые могут приводить к ожирению. И самое главное, что осложнения ожирения могут быть такие серьезные заболевания, как сахарный диабет. И по данным ученых, считается, что 90% больных, страдающих ожирением, в будущем будут страдать с сахарным диабетом. Артериальная гипертензия в 50% случаев. Поэтому на сегодняшний день это серьезная проблема. И, конечно, на сегодняшний день надо заниматься профилактикой этой проблемы, которая бы предупреждала развитие этого ожирения и таких серьезных осложнений, которые приводят к ожирению. Татьяна Владимировна, мне интересно, ожирение, с какого количества килограммов, наверное, можно уже считать лишних, что у тебя уже... То есть надо уже бить тревогу, скажем так. В норме 20% от общей массы человека, это составляет жировая ткань. И если она превышает 20%, то это уже можно считать... Вот как же ее самой-то вот найти-то вот, узнать, сколько же у тебя процентов от жировой ткани? Великость широкая. Для этого существуют, так сказать, антропометрические показатели, по которым можно судить именно о том, что лишняя у тебя масса тела или нет. А, ну то есть лишний килограмм уже, да, для твоего роста. Там же рост, по-моему, какой-то соответствующий. Не, 110. Нет, просто, нет, антропометрические показатели, по которым можно судить, что у пациента уже идет превышение массы тела. Это очень простые измерения, так называемые. Вот в домашних условиях как-то это мы этим самым... Обыкновенная, окружность талии. Если окружность талии у женщин превышает 78 сантиметров, то в этом случае можно сказать, что она уже страдает избыточной массой тела. А если возрастные измерения, понятно, что молоденькая она, вот стройненькая, а говорят, что женщины уже там после 50, допустим, это нормально? Нет, в любом возрасте окружность талии должна быть 78 сантиметров. Стараться к этому... Да. Стремиться к этому только в этом случае может быть обменные процессы в пределах нормальных показателей. Как предупредить появление лишнего веса, мы обязательно с вами поговорим после небольшой рекламы. Продолжаем нашу программу и говорим о том, как бороться с лишним весом или как его не допустить. Татьяна Владимировна, ну как не допустить лишнего веса? С первого начнем, да. Как не допустить лишний вес? Ну, мы с вами сказали, что, во-первых, причиной ожирения это является прием калорийной пищи, это жирная пища, сладкая пища и, конечно, гиподинамия. То есть малоподвижный образ жизни. Малоподвижный образ жизни. И поэтому для того, чтобы предупредить развитие ожирения, а тем более, если есть на это предрасположенность, то есть наследственная предрасположенность, поэтому в этом случае необходимо, конечно, соблюдать гипокалорийную диету, то есть диета, даже неправильное это слово, это правильный образ жизни, который включает прием низкокалорийной пищи и, значит, то есть исключить, возможно, или уменьшить прием легко усвоимых углеводов, которые очень быстро всасываются в желудочно-кишечном тракте и повышают глюкозу в крови. Это сладости, это сладости, это все мучные изделия, которые, значит, у нас продаются, и, конечно, заниматься физическими упражнениями, которые должны быть. Физические упражнения. Мы знаем, что спорт – это полезно, спорт – это здоровье, но ведь если у человека уже есть лишний вес, нельзя просто так сходу брать и бежать кросс в 20 километров. Как заниматься спортом? Ни в коем случае. Дело в том, что если человек страдает ожирением, то в этом случае нагрузки должны быть чисто индивидуальные, то есть инструктор должен подходить индивидуально к этому пациенту и именно учитывать, что он страдает ожирением, поэтому интенсивные нагрузки просто противопоказаны. Если человек этот будет заниматься интенсивными физическими нагрузками и стараться будет снижать массу тела как можно быстрее в короткое время, то в этом случае в процессе расщепления жира образовавшиеся жирные кислоты, они просто будут приводить к атеросклеротическим изменениям у этого человека и, возможно, к инфаркту миокарда. Поэтому здесь подход должен быть чисто индивидуальный, направленный на то, чтобы физические нагрузки были умеренные и продолжительные. Простыми словами, простыми словами. Значит, умеренные, это может просто ходьба сначала с ходьбы начинается. Долгая, долгая. Начинаем с малого, аккуратно, постепенно. Это правильное питание, которое включает низкокалорийный прием пищи и такая планомерная, регулярная, самой главной регулярности. Надо сказать, что физические нагрузки у таких пациентов, они должны быть продолжительные и не интенсивные. Только в этом случае начинает медленно снижаться масса тела за счет расщепления жирных кислот. То есть каждый день по-немногу. Каждый, ежедневно, в течение часа. И не интенсивные, самое главное, чтобы эти нагрузки были в удовольствии человеку. Это самая главная причина. Причина предупреждения, вот именно для того, чтобы предупредить серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Ну все, мы предупреждены. И помним, что заботимся о своем здоровье с самого раннего возраста. С самого раннего возраста. От ожирения никто не застрахован практически. Пусть создаются у нас школы, в которых люди будут обучаться, как правильно вести себя для того, чтобы сохранить себе здоровье. Ну все, спасибо большое. Запомнили полезные советы, обязательно их используем.